На этой неделе стали известны результаты прокурорской проверки проезжих частей Заречного. Правоохранители пришли к выводу, что некоторые городские дороги находятся в неудовлетворительном состоянии. Это участки улиц Комсомольской, Транспортной и Промышленной. По результатам проверки организации, отвечающей за содержание дорог, было вынесено представление прокуратуры. В свою очередь осмотр проезжих частей и дворов провели и представители городской администрации. Определены первоочередные задачи по ремонту асфальтового покрытия, в том числе и по гарантии. Между тем, ямочный ремонт в Заречном уже начался. Восстанавливают дороги и заделывают ямы сотрудники комбината благоустройства. Капитальный ремонт улиц начнется после того, как будет проведен аукцион и станет известен подрядчик. Всего в этом году на замену асфальта планируется потратить около 100 миллионов рублей. Ориентировочно это где-то 80 с лишним миллионов на наши улицы и 20 на внутриквартарные территории. Это позволит нам, по крайней мере, мы так надеемся, что в этом году закрыть все проблемные вопросы по нашему городу. Здравствуйте! Это программа «За неделю» в студии Анны Сазонова. Все самое важное и интересное из жизни города в ближайшие 40 минут. И вот о чем мы расскажем вам сегодня. Берут то, что плохо лежит. У нас преступления и кражи, и мошенничества. Нарушителей закона ловят и днем, и ночью. Задействовали весь личный состав. Безопасность горожан превыше всего. Ситуация в городе стабильная, благополучная. Ни одна жалоба не останется без внимания. Пусть будет шум, пусть будет курение. Начальник межмуниципального отдела МВД Вильдан Узбеков об итогах работы полиции в первом квартале этого года и задачах на будущее. Он много раз мог погибнуть. И под обстрел подашь, и под бомбежку. Но выжил, несмотря ни на что. Танки сгорели, все сгорели, машины. Его не смогли убить ни бандеровцы. Ты, говорит, предатель. Я тебя в поваре посажу, с голоду подохнешь. Не фашисты. Нажал, аккуратно стрелять. Я ржат затвором. И успел опередить. Кавалер Ордена Красной Звезды Михаил Бражников о фронтовой удаче, которая помогла ему выжить в годы Великой Отечественной. Когда нельзя не шутить. Стараемся только шутить на жизненные темы, на бытовые. От школьной лиги. КВН – это как мое хобби, мое занятие. До главной КВНовской сцены. Это сумасшедшая чувство. Это я запомню на всю жизнь. Секрет популярности КВН и рецепт хороших шуток от зареченских команд. На этой неделе зареченские полицейские подвели итоги своей работы в первом квартале 2015 года. За это время в городе произошло 140 преступлений. Это на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. О том, с чем связан рост преступности и насколько безопасно сейчас на улицах города, мы поговорили с начальником межмуниципального отдела полиции Вильданом Узбековым. Вильдан Силович, ну вот буквально несколько дней назад подводили итоги первых трех месяцев 2015 года. И вот по вашему докладу стало понятно, что количество зарегистрированных преступлений в зареченном увеличилось. А с чем это связано? Ну, на протяжении ряда лет, если вы помните, у нас криминальная ситуация была по-российски. Вот, мы проводили очень много мероприятий, задействовали весь личный состав. И нам удалось сбить данный вал преступности. В 2005 году у нас уровень преступности был большой. Общее количество преступлений доходило до 940 преступлений в год. А в 2014 году нам совместно со всеми правоохранительными органами, взаимодействию, конечно, с администрацией города, удалось нам сбить вот этот вал до 400 с копейками. Сейчас уже мы видим, что данный уровень преступности для нашего города, наверное, уже дошло до минимальных значений. Поэтому начинается потихонечку рост. За первый квартал текущего года у нас рост составил пока 30%. Но хотелось бы здесь, наверное, не успокоить, а просто доложить для населения нашего города, что ситуация в городе стабильная, благополучная. А все есть чем рост. Это, конечно, мы активизировали работу по некоторым направлениям нашей служебной деятельности для того, чтобы не в летний период времени, когда идет скачок у этой преступности, чтобы нам как-то стабильно сохранить ту обстановку, которая у нас на сегодняшний день есть. Поэтому нами было предпринято, значит, выявлялись преступления по наркотикам, значит, выявлялись преступления по превентивным составам. А все, кто понимает, превентивный состав – это чтобы не допустить более тяжких преступлений. Также население нашего города проинформировано, что только в январе месяце в нашем городе совершены два убийства. И, слава богу, вот мы сейчас первый квартал закончили, более тяжких таких преступлений, слава богу, не допущены. Вот те мероприятия, которые мы проводим, они дают свой положительный результат. Я думаю, и в дальнейшем нам удастся вот эти моменты держать на контроле. И благодаря, как говорится, вот нашему взаимодействию с населением города, с руководством города, с правоохранительными органами, значит, эту позицию мы будем держать на контроле. – Я правильно понимаю, что, в общем-то, основные направления – это борьба с незаконным оборотом наркотиков и, в общем-то, вот, ну, скажем так, профилактика, да, более тяжких преступлений? – Ну, значит, на сегодняшний день я бы не сказал только вот одна линия, только наркотики нас беспокоят. Конечно, как и по всей стране у нас преступления и кражи, и мошенничества, и убийства, и нанесения телесных повреждений, и много-много других составов, которые нас беспокоят. Но для нашего города на сегодняшний день, вот я уже как остановился, значит, потяжки, мы договорились, что эту работу мы продолжаем. Следующий момент, который нас беспокоит – это кражи. Конечно, беспокоят кражи. Наши населения еще, наверное, не отошли от тех времен, когда можно было все на улице оставить без присмотра. По кражам, значит, у нас на сегодняшний день мы с ростом идем, по кражам где-то процентов на 30. Но самое, самое отрадное, можно сказать, что большинство из этих краж мы выявляем те кражи, которые не сообщили нам, наше население. Значит, во время проведения каких-то мероприятий получаем информацию, проверяем, и выявляются вот эти преступления. Это называется латынная преступность. Поэтому вот по кражам нам, если мы также будем совместно с нашим населением также работать, я думаю, и эту проблему мы сможем решить. Так, следующая, как говорится, проблема, которой на сегодняшний день также хотелось бы обратить внимание всего населения – это мошенничество. Еще раз обращаюсь ко всем. Не доверяйте, пожалуйста, никому. Звонят всем. Берут телефонный справочник и по очереди, как говорят, всех обзванивают. Что бы ни говорили, там для решения каких-то вопросов, для решения каких-то проблем, необходимые денежные средства, никому никогда ничего не перечисляйте. Это работают мошенники. Звонят с банков, что у вас заблокирована карта. Ни один работник банка вам на этот случай, как говорят, звонить не будет. Однозначно. Вам придет официальное письмо или что-то, если как-то. Но по звонкам никаких действий не предпринимайте, пожалуйста. Это просто-напросто деньги на ветер выбросить. Так, следующий вопрос, который нас интересует, это, конечно, алкоголизация. Очень много на сегодняшний день мы выявляем административных правонарушений, которые совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Но пока сил и средств, слава богу, у нас хватает. Ежедневно в отдел внутренних дел заставляется более 20 человек. Они привлекаются к разным мерам ответственности, вплоть до ареста до 15 суток. Пока на сегодняшний день этот вопрос на особом контроле. И, как мы можем сами убедиться, что в большей степени, как говорится, в нашем городе, более-менее благополучная обстановка пьяных меньше. Я знаю, что сейчас сотрудники полиции проводят поквартирный обход жителей. То есть, именно с целью, скажем так, профилактики, выявления, как вы сказали, латентной преступности. Насколько это вообще помогает именно сотрудникам правоохранительных органов? Надеюсь, по результатам, все-таки хочется надеяться. Да, согласно моего приказу, личный состав полностью 100% распределены дома, квартиры. Все, буквально все жилые дома и квартиры будут пройдены личным составом. Кроме, конечно, тех, где отсутствует продолжительное время уже жильцы. Очень много вопросов, которые мы рассматриваем в этот момент, когда мы приходим к людям. Вплоть до того, что есть ли жалобы какие-нибудь или какие-то заявления. Не каждый человек будет звонить по телефону. Не каждый человек пойдет писать заявление. Но когда мы к ним приходим домой, я думаю, здесь никакого большого труда не составит людям уже заявить о каких-то своих проблемах. Каждое заявление человека, пусть будет шум, пусть будет курение, пусть будет какое-то другое противоправное деяние. Мы этот материал, как говорится, берем, эту информацию регистрируем, проводим проверку и стараемся, как говорится, принимать срочные меры. Будем работать совместно. Другого выхода у нас нет. На этой неделе в Заречном начался фестиваль молодых педагогов «Я учитель». Он проводится, чтобы педагоги могли показать, чему их научили в ВУЗе, и набраться опыта. В фестивале участвует 19 молодых учителей Заречного. Некоторые из них приехали в наш город из других населенных пунктов. В рамках фестиваля начинающие учителя презентовали свои педагогические проекты и провели открытые уроки. За работой молодых педагогов наблюдали более опытные коллеги, представители департамента образования и городской администрации. Я знаю очень много городов, где проблема с кадрами в образовательных учреждениях стоит очень остро. Я рад, что молодые учителя заканчивают педагогические ВУЗы, хотят к нам приехать в город, просятся к нам приехать в город, и у нас, по большому счету, появляется возможность выбрать наиболее лучшее. О том, что еще интересного произошло в Заречном на этой неделе, расскажем в коротком дайджесте. Мусор повсюду. На утреннем выездном совещании обсудили уборку города после зимы. Очень много всяких подсмешников, которые вытаили сейчас, и очень много надо убираться и управляющим компаниям. Праздник праздников. Православные верующие отметили Пасху. Осторожно, скутеристы. На дорогах города вновь появились водители мопедов. Отсутствие прав на скутер-мопед является нарушением правил дорожного движения. За него предусмотрена административная штрафа в размере от 5000 рублей. Система профилактики алкоголизма и наркомании работает. В городском центре психоневрологии и наркологии подвели итоги работы за прошлый год. Алкоголизм у подростков. У нас в городе Заречном, я уже говорил, с 2006 года мы не регистрируем случаи. Город Пенза 9 случаев. Следующий показатель наркомании у подростков. У нас один случай, Пенза 10 случаев. Самые умные школьники в Заречном наградили более 200 участников предметных олимпиад. Мы довольны результатами, а особенно довольны тем, что в этом году впервые была проведена региональная олимпиада для детей четвертых классов, где все первые места по всем предметам заняли дети города Заречного. Первый раз, первый класс. В лицее номер 230 открылась начальная школа. Мы решили для того, чтобы реализовывать грамотный федеральный государственный образовательный стандарт на ступенях основного общего образования и старшей ступени, вести такую работу по модернизации нашей системы образования. Годовая контрольная по-новому. Ученики четвертых классов впервые написали итоговые тесты по русскому языку, математике и окружающему миру. Для меня лично там примерчики сложненькие, где надо расставлять порядок действий, можно запутаться. Шаги в науку. В Заречном открылся девятый научно-практический марафон школьников. Участники представили 55 докладов на различные темы. Сегодня второй этап, в нем участвуют обучающиеся шестых, восьмых классов. На следующей неделе будет заключительный этап третий, в нем примут участие обучающиеся вторых, пятых классов. В Заречном состоялся десятый фестиваль детских и молодежных средств массовой информации. Главная тема – юбилей Победы. Очень трогательная, интересная работа и очень радостно организаторам конкурса, что в семьях хранится память о героях войны, передается из поколения в поколение. Познавательная экскурсия. Молодые работники производственного объединения «Старт» посетили перинатальный центр, новый детский сад и 226-ю школу. Мы в этом году как раз попадаем с ребенком в эту школу. Я рада, что мы в эту школу попадаем. Вообще все понравилось. В музейно-выставочном центре Заречного начал работу фонд открытого хранения. Все желающие могут посмотреть на то, что лежало в запасниках. Порядка 200 экспонатов. Это небольшая часть музейной коллекции, но они все объединены временем и они интересны тем, что сейчас уже не увидишь в обиходе многие вещи из тех, которые представлены здесь. Почетный гражданин Заречного, заслуженный тренер России по плаванию Елена Мельникова отметила юбилей. Поздравление принимала на работе. От желающих заниматься у нее по-прежнему нет отбоя. Трудолюбие, умение в сложной ситуации себя в руках держать, нацеленность на результат. Это все дает спорт. Дай бог, чтобы из них вырастали хорошие люди. Чемпионами становятся не все. Подарок зрителям Наталья Кучишкина отметила свой юбилейный день рождения спектаклем «Фронтовичка», в котором сыграла главную роль. Потому что ты знаешь, что он на тебя уже смотрит с каким-то определенным прицелом и чего-то ждет такого особенного. Трудно. Завоевали Кубок Победы. Хоккейная команда «Заречные бобры» стала триумфатором первого межрегионального турнира, посвященного юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Честно, сил вообще нет. Даже вот сейчас дойти просто до лавочек, там сесть, отдохнуть, посидеть. Ну, вы сами все видели. Очень хорошая команда была. Я думаю, и зрителям понравился финал такой. Били все до последнего. Сейчас прервемся на рекламу, а вот о чем речь пойдет во второй части программы. Он много раз мог погибнуть. И под обстрел подашь, и под бомбежку. Но выжил, несмотря ни на что. Танки сгорели, все сгорели, машины. Его не смогли убить ни бандеровцы. Ты, говорит, предатель, я тебя в погреб посажу, с голоду подохнешь. Не фашисты. Нажал, и курак не стреляет. Я ржат затвором. И успел опередить. Кавалер Ордена Красной Звезды Михаил Бражников о фронтовой удаче, которая помогла ему выжить в годы Великой Отечественной. Когда нельзя не шутить. Стараемся только шутить на жизненные темы, на бытовые. От школьной лиги. КВН – это как мое хобби, мое занятие. До главной КВНовской сцены. Это сумасшедшие чувства. Это я запомню на всю жизнь. Секрет популярности КВНа и рецепт хороших шуток от зареченских команд. Стильный интерьер. Живая музыка. Вкусное и разновразное меню. Доступные цены. Кафе-бар-блюз. Комфорт. Уют. Качество для любой компании и на любой вкус. Приходите ежедневно. С 12 до 2 часов ночи. Проспект Мира, 7. Заказ по телефону 65-28-63. Марсельское такси. Сможешь за 20 минут довезти до аэропорта? За 20 минут. Да я и бутерброд съесть успею. Такси Марсель в Заречном. 655-655. Спасибо вам за помощь. Так какой номер телефона у вашего такси? 655-655. Его легко запомнить. А ты присоединился к легенде. Вместо горячей воды течет холодная. За что я плачу управляющей компанией? Как быть, если крыша прохудилась и прорвало канализацию? Вы не знаете, куда обратиться за помощью? Можно обращаться на портал Город Зет и в кратчайшее время вы получите ответ на обращение, которое вы направили. Оперативно, просто, легко. ЖКХ – это просто. Зайди на Город Зет. Быть ли в Заречном храму зависит от каждого из нас. Поддержите доброе начинание. Внесите посильную лепту в возведение храма Рождества Христова. Пожертвования можно опустить в жертвенные кружки или перечислить средства на расчетный счет. Построим храм всем миром. Пешеходы, пересекайте проезжую часть только по переходу. Пытаясь сэкономить время, вы можете лишиться его совсем. Прайм. Магазин электроники твоего города. Мы продолжаем рассказывать вам о героях Великой Отечественной войны. Сегодня в рубрике «Наша победа» рассказ о фронтовике, кавалерии Ордена Красной Звезды Михаиле Константиновиче Бражникове. В годы Великой Отечественной он много раз оказывался на волосок от смерти, но чудом остался жив. Биография ветерана войны Михаила Бражникова могла бы лечь в основу художественного фильма. На фронт попал в 17 лет после школы фабрично-заводского училища и шоферских курсов. Из учебки сразу в действующую армию водителям в роту технического обеспечения танкового батальона. Из подмосковной Кубинки вместе с 5-й армией отправился на Украину. Первый раз мы взяли город Александрия, украинский город. Нам звание присвоили Александрийский гвардейский корпус. Мы, собственно говоря, город за городом брали. У нас вся механизированная часть была. Артиллерии, значит, студобикира американские были машины, и минометы были. Это до 4-4 версии. Михаил Бражников воевал в составе 2-го украинского фронта. Боевой задачей молозенького шофера была доставка горючего для механизированных частей. На легендарном Захаре, трехтонном грузовике ЗИС-5, Михаил каждый день возил бочки с топливом на передовую. К ежеминутному риску, вспоминает ветеран, привык быстро. Все для победы. А вот к тому, что в родной стране не все ждут освобождения от фашизма, привыкнуть было нельзя. Встречают 8 человек. В наших шанелях автоматы у них на ремне на поясе висят. Куда вы едете, что едете? Я говорю, вот горючие визы на фронт. На нем наши шанелях, думаю, наши солдаты. Ты, говорит, предатель, я тебя в погреб посажу, из голоду подохнешь. Молоденького парнишку избили. Так боец Красной Армии познакомился с бандеровцами. В живых Михаил Константинович остался только благодаря фронтовой удаче и военной смекалке. Кто с тобой? Я говорю, майор со мной. А со мной никакого майора не было. А когда я сказал, майор со мной, приведете его, по вашему приказанию приведу. Идите. И я убежал. Михаил Спасынов, веренная ему машина, осталась у бандеровцев. А за такое трибунал и по законам военного времени. Предатели наверняка были местными. И красноармеец пошел к председателю сельсовета. Может, удастся вернуть автомобиль. По-видимому, они его предпредили. Они, он молчит, они тут ходят по деревне, грабят, насилуют. Вот такой штукой занимаются. Ситуация патовая. Солдата по округе ищут бандеровцы. От местных жителей помощи не дождешься, а уехать из села в свою часть не на чем. И снова вмешалась солдатская удача. В деревне Михаил Константинович встретил еще одного русского солдата по имени Федя. У того был спрятан карабин. Кое-как, найдя патроны, молодые люди отправились отбивать машину. Идем с садом. И мы, говорят, из саду сейчас будет карабин по шелкам. Пришли, а их уже нет. Они стручили, по-видимому, и ушли. А вот главаря банды красноармейцы нашли. И тут уж кто кого. Нажал, не кураг не стреляет. Я ржат с затвором. И успел опередить. Но я как держал над головой, в голову, и все мозги вылетели. Фульты разрывные были. Лампа керосина угорела, сразу погасла. Грузовик Михаил Константинович так и не забрал. На перекладных добрался до расположения своей части и тут же попал на допрос в военную прокуратуру. Но рядовому Михаилу Бражникову опять повезло. Он просто рассказал, как было дело, и на этом все закончилось. Ему выдали другой автомобиль, и вместе со своей частью он отправился освобождать Польшу. В ночных переходах на обычном грузовике Михаил шел в авангарде наступающей части. Я ехал передом, а за мной вся армия. И ехали, значит, ночь, без свету. Кто свет включит, извиняй к родине, расстрел будет. За мужество, проявленное Михаилом Бражниковым в боях за освобождение Варшавы, молодой солдат получил личную благодарность верховного главнокомандующего. И здесь, на подступах к столице Польши, Михаил снова едва не погиб. Советские танки во время наступления прорвали линию фронта, ушли далеко вперед и оказались в окружении. Михаилу Бражникову и еще 11 водителям было приказано доставить окруженным горючее и продукты. Командир бригад, полковник, флажком дает, заводи моторы. Все завели, у кого-то нормально работают, а у кого-то ноги дрожат. Ну, куда ехать на прорыв-то? Все понятно. Прикрывать колонну грузовиков отправились 4 танка. Линию обороны они прорвали, но тут в небе появились немецкие самолеты. Ну, в рассыпную, кто вправо, кто влево. Я назад второй ехал, я назад и в ладшину, ладшина была, а там солома была, уборка из-под комбайна, в куче были. Я этой соломой машину замаскировал, а сам в сторону улез во враг. Искадрильи налетели и начали кружить. Отстрелялся и уходит за нем второй. Три захода делали. Танки сгорели, все сгорели, машины. Из всех, кто пошел на прорыв, живых остался только Михаил Константинович. Ветеран считает, повезло. И признается, ужасы войны к тому времени стали привычными. И под обстрел подашь, и под бомбежку. Вот как-то это не так близко было. Бомбили, эта колонна там шла, бомбили. Я уже далеко был, а на земле тут так тебя кидат. Орден Красной Звезды Михаил Бражников получил в конце марта 1945-го за штурм Данцига. В трехдневных боях за город погибли 10 тысяч советских солдат. Михаил остался жив. На память о польском Гданьске остался у него первый и единственный за всю войну трофей – гармонь. Отец у меня гармонист. И я, значит, приказ в Сталина был – 5 килограмм посылки всылать. И вот, значит, посылки 5 килограмм, я эту гармонию в одеяло завернул и послал. Но отец получил. День победы Михаил Константинович встретил в Польше. В то, что война наконец закончилась, поначалу и не поверил. Обнимались, целовались, было ужас это было. Ну, никто не чувствовал, вроде никакого предчувствия не было. Вдруг появляет конец войны. Каждый год 9 мая Михаил Константинович ждет с особым чувством. Ведь это его день, его победа. А 70-летие разгрома фашистских войск ветеран хочет встретить в парадном строю, несмотря на свои 90-а. Они играют в КВН. Когда-то игра захватила их и с тех пор не отпускает. Они пишут шутки даже по ночам и каждый раз волнуются перед выходом на сцену. Кто-то из них уже стал маститым и авторитетным КВНщиком, а кто-то только делает первые шаги. О том, как научиться хорошо шутить и пройти путь от школьных игр до высшей лиги – наш следующий репортаж. КВН. Аббревиатура клуба веселых и находчивых давно уже стала синонимом юмора. В него начинают играть чуть ли не с детского сада и не заканчивают даже на пенсии. Его поклонники есть в десятках стран и тысячах городов. Над его шутками смеются миллионы людей. Для каждого он свой и для всех один. Он – КВН. Своё КВН-движение есть и в Заречном. Настоящая кузница кадров для него – школьная лига. Команда есть в каждом образовательном учреждении. Сергей Зоткин второй год играет в команде пятеро неизвестных из 222-й школы. Для меня, наверное, сыграл роль тот самый соревновательный момент, когда я увидел, когда выпускники нашей школы выигрывали школьную лигу КВН. Я приходил на их игры, мне это очень сильно понравилось. Смотреть на других быстро надоело. Сергей решил показать себя. Дебют в качестве КВНщика, может, и не удался, но желание играть закрепилось прочно. Это было в девятом классе. Был осенний балл, и нас заставили классом поучаствовать. В общем, как так, там не очень все хорошо получилось. Ну, что-то осталось в душе, и то, что дальше меня тянуло именно к этому занятию. Сергей – одиннадцатиклассник. Для него игры в школьной лиге КВН уже закончились. Сейчас молодой человек больше думает об учебе. КВН – это как мое хобби, мое занятие. То есть, если у меня выдается свободное время, то почему бы нет? Я всегда с удовольствием соберусь со своей командой, мы, может быть, придумываем шутки. Сергей планирует поступать в военный вуз. Однако молодой человек уверен, играть в КВН можно и там. Он уже интересовался. В учебном заведении есть своя команда. Зареченские КВНщики постарше два года назад создали свою сборную. Команда участвует в городских, областных и межрегиональных играх. Сборная Заречного добилась определенных успехов. Сейчас ребята готовятся к выступлению в одной восьмой финала Центральной лиги КВН в Рязани. Мы собираемся, штурмуем, все свои идеи накидываем на листочек, уже из этого выбираем что-то стоящее и разрабатываем эту идею уже до какой-то определенной шутки. Никита Тимошин – один из основных игроков сборной Заречного. Молодой человек учится в университете, но признается, что КВН для него самое важное в жизни занятие. У меня был пример, это был Алексей Будников, скажем так, с которым мы уже играем в одной команде. Я посмотрел, захотел, пошел в школьную лигу и вот спустя 3,5 года я уже курирую школьную лигу КВН. Помогать и наставлять новичков в КВН не принято. На первых порах игрокам трудно понять, как писать шутки, что смешно, а что нет. Подготовка одного выступления команды, как правило, занимает около месяца. Для каждой игры пишутся новые шутки и миниатюры. Халтурить нельзя. Баяны известны и зрителям, и жюри. Нет таких тем, на которые легче шутиться, потому что, как бы, ну не знаю, почему так. Стараемся только шутить на какие-то определенные темы, на жизненные темы, на бытовые, как раз на те, которые встречал каждый человек в своей жизни. Не так давно представители Заречного отметились и в высшей лиге КВН. Конечно, не целой командой. В пензенской сборной Сура аж два зареченца. Алексей Кабунин и Владимир Шмарев. Владимир в КВН хотел играть с детства. Все началось, когда юный Володя по телевизору увидел выступление пензенской команды «Валеон Дассон». Я учился в шестом классе, здесь в городе Заречном, посмотрел по телевизору, думаю, можно, значит, можно из Пензы попадать на первый канал. Вот тогда-то что-то в голове щелкнуло. Владимир решил, КВН – это его. Играть по-взрослому начал, будучи студентом. Вузовский КВН – Пензенская лига по Волжье. И вот Владимир вместе с Сурой на сцене театра российской армии в одной восьмой финала высшей лиги клуба «Веселых и находчивых». Впечатлений от первой игры, говорит Владимир, было море. Там амфтеатр целый кричит. А потом выходит Александр Васильевич, когда говорит «Мы начинаем КВН, и ты выбегаешь». Это сумасшедшие чувства, такие мурашки шли тогда. Это я запомню на всю жизнь. В прошлом сезоне команда «Сура» дошла до четвертьфинала высшей лиги. Для этого ребятам пришлось сильно напрячься. В вышке просто все очень прям серьезно. Если где-то надо стараться, там надо прям очень прям стараться, ну прям расшибиться надо. Там сидит уже Александр Васильевич, которого абы как там не пройдет уже. Надо, чтобы все было четко, чтобы все было правильно. Играть в высшей лиге, признается Владимир, сложнее, чем, скажем, в Пензе или Рязани. Дело не только в волнении. В эфир попадает далеко не все. Шутки проходят строгую редактуру. Это уже как креативный продюсер получается. Он уже отбирает контент для Первого канала, для программы. Поэтому он имеет право и резать, и убирать, и направлять команду в нужное русло. Некоторые команды просто меняют, говорят, что нет, так хватит играть, по-другому играется. По телевизору игры высшей лиги КВН Владимир смотрит редко. Говорит, много работы. Он редактор лиги КВН в городе Салават в Башкирии. Да и взгляды на юмор у него и продюсеров канала часто не совпадают. Иногда больше смешны шутки молодых команд, которые играют у себя, например, в провинции, нежели те, которые показывают по Первому каналу. Потому что я не совсем целевая аудитория программы КВН. По мнению КВНщика, самый сложный конкурс – это разминка. Там приходится импровизировать. За 30 секунд придумать смешной ответ на вопрос сможет не каждый. Это действительно испытание находчивости игроков. Прежде всего, это работа команды. Работа команды, как вот она есть, это показатель. Такое очень рискованное мероприятие. Всегда побавился. И спокойно играю в игре. Если нет разминки, то играю спокойно. Если есть разминка, то немножко мандраж присутствует. Приветствие, разминка и музыкальное домашнее задание. Стэм, биатлон, конкурс капитанов. Пожалуй, каждый человек младше 30-ти когда-нибудь проходил через это. Любительский КВН есть в каждой школе или университете. Играют в него и на предприятиях. На производственном объединении «Старт», например, свой клуб веселых и находчивых, существует уже 10 лет. Утром у завода. Девушка, что с вами? Девушка, вам плохо? Стоянка маленькая, место я сторожу. В заводской лиге КВН в этом году сыграли 8 команд. Конечно, у юмора производственного объединения «Старт» есть своя специфика. На некоторые темы не то, что шутить, говорить запрещено. Однако, по большей части, шутки работников завода понятны и близки всем. Сынок, ну купи газетку! В КВН традиционно трудно определить победителя. Судьи каждый раз сталкиваются с серьезным выбором. В этом году чемпионом заводской лиги стала команда «Не надо стесняться». По мнению жюри, именно она была самой веселой и находчивой. По окончании игры такое ощущение, что лучше ли, более ярко, более достаточно, более весело, более дружно, более профессионально нельзя что-то сделать. Но каждый год заводская лига и команда каждый год опровергает это. Написать действительно хорошую шутку трудно. Никогда не угадаешь, над чем будет смеяться зритель. Каждый КВНщик, независимо от того, профессионал он или любитель, играет давно или впервые, выходит на сцену, пытается вывести формулу своей идеальной шутки. Чтобы она зашла, она должна быть, наверное, понятной каждому. Чтобы каждый человек, пожалуй, встретил этот парадокс в своей жизни и тогда она зайдет. КВН как явление существует уже больше полувека. Конечно, за это время многое изменилось. Первые КВНщики успели не то чтобы взрослеть, а стариться. Есть мнение, что КВН уже не тот. Что 20-30 лет назад шутки были смешнее, команды ярче, а игроки харизматичнее. Те, кто играет сейчас, уверены, КВН по-прежнему актуален. Именно поэтому он всегда собирает полные залы. Он всегда меняется, он живой организм. Как жизнь меняется, так и КВН меняется. Жизнь становится быстрее, КВН становится быстрее. Где-то что-то начинает подтормаживать, и он начинает подтормаживать. КВН не просто игра. Это уникальное явление российской действительности. Часть менталитета современного русского человека. Для иностранцев до сих пор загадка, почему КВН существует в нашей стране так долго, и что в нем такого особенного. По мнению игроков, секрет прост. КВН – это сама жизнь. И на сегодня это все. Итоги за неделю вновь подведем в пятницу в 20 часов на канале «Заречный». Всего вам доброго и хороших выходных. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...